Как часто вы проверяете качество воды, которое течет из-под крана? К счастью, клиенты центрального водопровода и канализации избавлены от этой необходимости. Европейские требования к качеству питьевой воды и очистке сточных вод предписывают поставщику этой услуги строгий лабораторный контроль, так что тем, кто подключен к этому благу цивилизации, волноваться не о чем. Другое дело – вода из колодца. Специалисты утверждают, что большая часть колодцев содержит в себе грунтовые воды, более всего подвержены биологическим и химическим загрязнениям от хозяйственной деятельности человека. Говоря о колодезной воде, надо отметить тот факт, что все-таки колодезная вода – это грунтовая вода. Она более всего подвержена микробиологическим загрязнениям. Основываясь на результатах тестов, мы можем сказать, что в грунтовых водах повышено количество органики, азота и хлоридов. В этой связи в колодцах часто повышенное количество содержания микробов. Источником микробиологического загрязнения сточных вод является обычная выгребная яма, которых тысячи в микрорайонах частной застройки. Причем, чем старше такой туалет, тем выше вероятность того, что патогены, живущие в этой яме, уже просочились в ваш источник питьевой воды. Обязательно из этих так называемых сухих туалетов, то есть вода обязательно просочится и в колодец тоже. Просто весь вопрос заключается в том, через год, через два, через десять, через двадцать. Но если эта туалет уже существует достаточно долго, то она, наверное, уже просочилась, эта вода. Для того, чтобы обезопасить себя и соседей, необходимо герметизировать выгребную яму. Тем более, что правила Кабинета Министров номер 384 требуют установки герметичных емкостей для сбора канализационных стоков, их периодической откачки для того, чтобы не допустить попадания сточных вод в грунт и распространения неприятных запахов. Сделать это можно по-разному. Тем, у кого местный сток оборудован бетонными кольцами, необходимо забетонировать дно сливного колодца, чтобы свести к минимуму возможную фильтрацию. Есть еще вариант, он для тех, кто может позволить себе приобрести специальную пластиковую емкость или септик для сбора сточных вод. В этом случае есть гарантия того, что в ваш колодец не попадут патогенные микроорганизмы из выгребной ямы. Самое главное в обустройстве септика – это защита окружающей среды и здоровья человека. Это самое главное, чтобы никакие вредные вещества не попадали в природу. Сейчас есть новые технологии, делаются совсем заново герметичные хорошие септики, которые можно устанавливать. Правила кабинета министров номер 384 обязывают самоуправление создать регистр децентрализованных канализационных систем на своей территории и контролировать их эксплуатацию. В связи с этим в Дагупелском самоуправлении создана рабочая группа, цель которой – разработать обязывающие правила по контролю за эксплуатацией таких систем. Напомним, что общепринятая практика подразумевает, что от септика до границы вашего участка должно быть не менее двух метров, до жилого дома – не менее пяти метров. Колодец должен находиться как можно дальше от места сбора сточных вод. Сюжет подготовлен отделом общественных отношений и маркетинга Дагупелской городской думы.